Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ситуация возникла с тем, что практически все работособные оселения Нижнего Амура последние 10 лет потеряло или лишилось работу по каким-то объективным и субъективным причинам. Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 ДиемуTorzok как живем. Как обычно, ловит нас. В этом году так вообще молодцы. Это их работа. Ну, браконетство как таковое, ну, будем говорить, социальный фактор у нас здесь на Амуре. Потому что если вот к нам с Волги приезжают люди и говорят, чтобы сделать протокол у себя на Волге, они увидят сетку, стоящую в воде, и неделю сидят в засаде, чтобы составить этот протокол. Понимаете? А у нас зачастую я составляю в день по 10 протоколов. И не на сетке, а на охраны, которые, если сложить вместе, то получится, извините меня, километр, а то и больше сетей. Тем не менее, нам закон говорит, как если инспектор видит нарушение, он должен его оформлять, что мы практически и делаем. Какая тут жизнь? Тут существование одно. Вот и все. Ну, а куда денешься? Куда от нее сейчас денешься? А чем жить? Где-то там пшеницу там выращивают, ничего ли. А у нас тут ничего не выращивают, кроме картошки. И все больше у нас не сейчас. Мы не браконьерящие. Мы просто ловим для себя рыбу, чтобы пропитаться. День прошел, вот сегодня поймал рыбки, вот и все. А вот свет отключится, все. До холодильника еще здесь не будет. Все, ну совсем все ли уже, на планете на другой все ли живем. Надо разбросить, остановить. Давай какую рыбу привезли. Здравствуйте. Присяжные места. Слава Богу. Утренняя ловка. Моцелон. Середки. Первый пошел. Второй пошел. Средний пошел. Вот такими вот сетями здесь все и ловят. Повезем, скинем. Везете? Конечно. Может на протокол заявим. Давай. Вот так вся жизнь. Листь, чешуя, рыбы, сети. Рыба холодная, мокрая. Твердая. Вот свечен, деда, да. Мягкий, теплый. Принят сейчас будет новый административный кодекс Российской Федерации. И там практически презумпция невиновности в первую голову ставится. Мы будем обязаны или должны... То есть мы просто не сможем доказать нарушение или преступление, если будем отходить в ту или в другую сторону от правил установленных законов. Указание первое. Мы не сможем доказать ни одного нарушения, если у нас не будет понятых. Скажите, где я возьму в час ночи, в два, в три ночи понятых, чтобы, значит, оформить акцию задержания там или вынимание сетки из водоема. По протоколу идёт первый тот, чья сеть? Вот этот, который лежит в месте, да? Для чья? Здесь, причём не нужна. Значит, я пишу параметры сети, записываю со словно-вышенки. Так, значит, куда ваше нарушение? Река Амур район, среда Рега, Казицын и Новиков находились на правом берегу Амур в катере Амур-Д. Словно-катер, у катера лежала сеть. Нет, сейчас распишитесь. Это ваше право, ваше право. Я знаю. Живётся, сами знаете, как в России. Зарплата у нас, конечно, небольшая, обеспечение тоже не очень. Значит, ну, рядовой инспектор у нас сейчас на Амуре получает порядка трёх тысяч рублей. Инспектору приходится работать и летом, и зимой. Ну, а соблазнов у инспектора достаточно здесь, я вам так скажу. Вот, допустим, я же вам сказал, что изымаем километры сетей. Каждая сеть, скажем, стометровая сеть на рынке стоит порядка десяти тысяч рублей. Это минимум. И браконьеры зачастую даже не церемония, сразу предлагают деньги. Отдай нам сеть, мы тебе деньги, понимаете? И вот в этом году у меня был случай, мне сразу предлагали за сеть тысячу долларов. Ну, конечно, эта сеть, вот она у нас с бирочкой, она поплывёт куда надо, на склад. Потом, значит, опять же проблемы с этими сетями. Если раньше инспекция их конфисковала и просто уничтожала, то сейчас через суды всё происходит. А суды зачастую даже хотят их вернуть. Я считаю, вот лично моё глубокое убеждение, что сеть нужно уничтожать прямо на месте, без суда и следствия. 82-й, мы на реверсную тонь потихоньку поднимаемся, догоняйте. Понятно, понятно, догоняйте. Что за сеть? Ахана так? Ахана, ахана. Разговаривая с жителями Николаевского района, мы поняли, что они вообще на рыбалку-то не ездят, потому что не хотят ловить рыбу из-за того, что она не отвечает своим качествам, значит, гастрономическим и заражённая какими-то там металлами. Не хотят травиться люди. И практически рыбасят только те, кто желает обогатиться на этом. И я не знаю, кто её вообще покупает, такую продукцию. И в принципе, это настоящий яд. Один сенов едим то, что вырастим в своём приусадебном участке. В магазине всё очень дорого. Кто рыбачит браконьеры, торгуют рыбой икрой, тот живёт. По-моему, это нищие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это понятно, понятно. Потому что здесь делать нечего, там вверху рыбу бомбят, надо же нам отсюда уходить. Потому что тут уже и рыбы нет, и браконьеров нет никаких, и местной районной инспекции-то надо что-то делать. А так мы стоим, и у них работы нет, и у нас нет. Мы разрушили. Сказал, стоять. Ну, стоять есть, стоять. Должна быть целесообразность, наверное, во всём. Всё-таки управление, вы должны коронировать сиропом. Хорошо, сейчас перезвонём. Хорошо. В настоящий момент браконьеры изучаются по-другому. Значит, рыбу, скорее всего, не солят, потому что с ней, как они говорят, можно засветиться. С икрой проще. Они, значит, выпарывают рыбу, чему мы с вами были свидетелями. Значит, вплоть до того, что живую рыбу на куканах спарывают и бросают. Самки практически остаются в воде, потом гниют, тухнут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы в прошлом году, мы буквальным образом разгромили шесть станов так называемых «тоборов», где браконьерством занималось от четырёх до шести, до восьмик человек. В том числе, нами выявлен один факт участия в незаконной добыче икорной продукции сотрудника правоохранительных органов. Поэтому, посчитав, что этим промыслом, говорю, занимаются не просто граждане Нижнего Мора, но ещё и вдобавок люди и в погонах, и люди при должностях, я считаю, чтобы в какой-то мере искоренить преступный промысел, ситуацию нужно поменять именно с созданием закона о рыболовстве. Это самый основной и больной вопрос, которого на сегодняшний день нет в России. В этом году вот уже, ну, резкая смена. Мы даже сами не ожидали такого, честно говоря. И в настоящее время нас, можно сказать, без ложной скромности на Амуре боятся. Ну, как в России говорят, боятся, значит, уважают. Ну, что нас ждёт? Учитывая личный опыт работы, значит, и то, что ситуация, значит, экономическая у нас в крае не меняется. Сами вы видели, что рыбу всё-таки ловят, и ловят, может быть, даже немало. Я думаю, что, ну, не хочется делать пессимистический прогноз, но оптимизма очень мало. Браконьерство на Амуре, ну, оно не то, чтобы, как сказать, неистребимо. Как лично я считаю, что всё зависит ещё и от экономической ситуации, будем так сказать. Очень много людей по Амуру в сёлах живёт, ну, практически на грани нищеты и за грани нищеты. И они, ну, вынуждены просто их, это не победишь, они всё равно выходят на водоём. Кайман, Кайман, Аконсу, ответь. На связи, Велик. Владимир, рад ли вас приветствовать. Секушкин Олег Аркадьевич. Понял, понял, спасибо. Извините, что не успел с вами попрощаться, но я очень рад, что вы оказали нам большую помощь в области, в части охраны рыбных запасов на территории Нижнего Амура. Оперативным работникам всем большой привет. До новых встреч. Ну, спасибо. Крылья растут, крылья растут. Олег Аркадьевич. Всего доброго. Удачи вам. Спасибо. Ждём в Хабаровске. Приезжайте в гости. Семь футов под килем. К чёрту. Ну, это моя жизнь, мой образ жизни. Я броняканьерил, броняканьерил и умру броняканьером. У нас рабоинфекция работает прекрасно, но это спорт. Игра в кошки-мышки. Поймает, не поймает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова